8 июня активисты на польско-белорусской границе начали перекрывать транспортные пути в районе блокпоста Бобровники. Белорусская сторона Берестовица. Как было объявлено, акция началась в 12.00. Палаточный митинг на самой границе проводится с 5 июня. С его помощью протестующие требуют ускорения введения санкций против действующей власти в Беларуси. А в Минске – открытие границ для выезда граждан из страны. Митингующие держат плакаты «Свободу Сергею Тихановскому», «Лукашенко в автозак», «Беларусь калий» не издается. Мы требуем экономических санкций. «Действуй сейчас, спасай жизни», а также баннер с надписью «Санкции спасают жизни». Перед началом блокады белорусская сторона запустила на свою территорию огромное количество грузовиков. Блокировка дороги носит частично формальный характер. Люди ходят по пешеходным переходам, мешая проезду автотранспорта. Но в то же время митингующий, в том числе глава Народного антикризисного управления Павел Латушка, иногда садятся на проезжую часть, мешая проезду автотранспорта. Среди дальнобойщиков кто-то показывает знак победы, а просто кто-то сигналит протестующим. Многие проезжают мимо без какой-либо реакции. Но есть и те, кто спорит с такого рода протестом. Вот такой диалог у двух дальнобойщиков с Павлом Латушка. «Я не хочу жить в Европе, у меня другой менталитет. Я тоже не хочу. Хочу домой». Аналогичная акция проходит на контрольно-пропускном пункте Медененка и на литовско-белорусской границе. Павел Латушка и Елена Живоглот также передали доверенному лицу польской пограничной службы требования участников протеста на границе. Требования направлены в Совет министров Беларуси. Немедленно отменить все незаконные решения, на основании которых были введены необоснованные ограничения на пересечении государственной границы Республики Беларусь. Напомним, что 5 января 2019 года Павел Латушка освобожден от должности посла. 16 сентября 2020 года Александр Лукашенко лишил Латушка дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла в связи с совершением действий, дискредитирующих государственную дипломатическую службу. С тех пор бывший дипломат живет в Польше и активно участвует в протестах.